Смотрите, волк идет! Увидев издалека нашего мастера, я сразу же ору эту фразу своим коллегам. Всем больших приветов от меня, дорогие зрители и подписчики моего канала, я Романия. Поговорю с вами о волках из такой необычной выживалки под названием The Long Dark. Недавно я закончила третий эпизод, и как мне показалось, он чем-то уже сложнее двух предыдущих. И самое бесящее в нем это стая лесных волков из двух-пяти особей, которые уже в конец обнаглели. Атакуют не боясь ни огнестрела, ни фальшфейров и остальных опасных предметов. Ну, страх потеряли, правда ведь? От них почти невозможно убежать, если рядом нет близлежащих строений или заброшенных автомобилей. Не зря волков считают самыми опасными местными жителями и старожилами лесных дебрей. И эти свирепые хищники на самом деле особо умны, хоть и большинство предполагают совсем противоположные. В одиночку, как говорится, не воины. Их сила в стае. Не стоит их недооценивать, особенно в игре The Long Dark. Если такие волки в конец оборзели в третьем эпизоде, то я боюсь представить, что будет в последующих двух. Сталкивались ли вы с ситуацией, при которой у вас нет огнестрельного оружия, голубых фаеров и сигнальных ракет? Даже и камней-то поблизости нет. Мне вот довелось. Решив освободить место в сумке и израсходовав все револьверные патроны фальшфейра, я, отклонившись от сюжетной линии, отправилась изучать некие бункеры подоб заданием, а также по следам местных ораторов. И тут недалеко от сгоревших хибарь на меня поперли два неугомонных волка, объединенные в стаю. Пришлось делать ноги, но далеко я не смогла улепетать. Запас сил быстро кончился, одежда слишком тяжелая, зарезервировала часть. Мне просто нанесли кучу увечий, разорвали одежду, оставили умирать. Эх, пришлось повоздиться и получить нервный разряд. Эти волки охотно нападают на людей, что противоречит реалиям, в которых они редко имеют негативный контакт с людьми. Обычно их добычей становятся слабые и больные животные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В общем, третий эпизод в The Long Dark самый волчий из всех. Вот и придется потрудиться, чтобы разогнать стаю голыми руками, не имея при себе даже одного слабого фаера. Не пытайтесь отбиваться камнями, это, конечно, отнимет немножко их боевого духа, но скорее вы окажетесь разорваны в клочья добычей ворон. Советую передвигаться не спеша, смотря по сторонам. Чаще делая сейв, это может уберечь вас от столкновения с ними вплотную. Потом, если вы заметили хоть одного волка, пойти в обход в стелс режиме. Если вам уж пришлось столкнуться со стаей напрямую, то просто перезагрузить игру на тот момент, где вы засейвились, и уже потом пройти эту местность спокойно. Ибо в игре рандом волки появляются абсолютно неожиданно в местах, где вы этого совсем не ожидаете. Так что просто будьте готовы ко всему. Второй вариант это добежать до укрытия, лучше, конечно, в ближайшие дома, если расстояние позволяет отдохнуть около 10 часов, и стая исчезнет. Ей просто надоест караулить вас на морозе такое долгое время. Еще можно засесть в рыбацких домиках или случайных укрытиях и подождать. Но ждать, конечно, придется очень долго, запасайтесь теплой одеждой и припасами. Костры также не заставят волка отступить, как и приманки. В третьем эпизоде они не работают, не знаю точно, баг ли это или действительность. Еще один способ натравить на них медведя, которого я заметила возле строений в отрадной долине. Но это если ей повезет там оказаться. И напоследок скажу про ружье или револьвер, который я советую с собой всегда носить, экономя патроны. Так как лесных волков много по всей местности. Не всегда удастся спастись с помощью перезагрузок и случайных укрытий. Отбиваясь от стаи, стреляете в голову волку. Так можно его убить и окончательно сломить боевой дух. Лично после вышесказанного случая с бегством, ядра башни выпускала из рук. Также нашла кучу патронов на него и с радостью пускала хищных тварей на шкуры. И последнее, что хочу сказать, что эти советы подойдут скорее новичкам или тем, кто решил себя попробовать на высокой сложности и в хардкоре. Прошу не закидывать меня тапками, я решила просто поделиться с вами своим опытом. На этом все, с вами была Романя. Подписывайтесь, ставьте лайсы и колокольчики. Это мотивирует меня на создание других видеороликов, гайдов и стримов. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok